Слава Господу! Когда приходишь и бывает такое, что вот что-то новое, ты еще вот недавно пришел, такое слово на тебе открылось, и тебе в этом, ну вот кричать хочется, я помню, что-то Бог вот открыл мне вот как-то и как-то по-другому открылось, это еще как-то недавно пришел, только и пришел, и там как-то получилось так собрание, уже старое верующее, и это, это, вот это, это, я сотрудник с такими лицами, да, мы знаем. И я такой думаю, ну как это, да, мы знаем, и знаете, наверное, так бывает, знаете, я так подумал сейчас, что, наверное, нам не, ну вот не оказаться в такой ситуации, когда кто-то в восторге от того, что Бог ему открыл, что Иисус это спаситель, и он сказал, да, слава Богу! Ну да, я знаю, и знаете, внутри как-то, ну как, что за реакция такая, так это же о! Но, слава Богу, Господь, Он ведет нас, руководит, направляет, и хочет, чтобы мы каждый день приближались к Нему. Я прочитаю одну историю, и немножко хочется порассуждать. Я прочитаю ее всю, мы ее очень хорошо знаем. Вторая книга Царств, пятая глава, и начиная с 17 стиха. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида, и услышал Давид, и пошел в крепость. А филистимляне пришли и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, говоря, идти ли мне против филистимлян, предаш ли их в руки мои? И сказал Господь Давиду, иди, ибо я предам филистимлян в руки твои. И пошел Давид в Алперацим, и поразил их там, и сказал Давид, Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода. Посему и месту тому дано имя Валперацим. И оставили там филистимляне из туканов своих, а Давид с людьми своими взял их. И пришли опять филистимляне и расположились в долине Рифаим. И вопросил Давид Господа, и он отвечал ему, не выходи навстречу им, а зайди им с тылу и иди к ним со стороны Тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам Тутовых дерев, то двинься. Ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско филистимское. И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гавайи до Газера. Аминь. И когда мы читаем о Давиде, мы понимаем, что это храбрый, воинственный человек. Даже тогда, когда он был юношей, характеристика людей, которые представляли его Саулу, они сказали, Господь им храбрый, воинственный. Мы читаем, и на нем написано, что он десятки тысяч победил, вот люди отдавали ему. И вот этот человек, который умел владеть оружием, который способен был организовать, наступить, где-то стратегию какую-то выработать, но при всем при этом, казалось бы, что тебе еще надо, иди, вступай, пользуйся опытом, какие-то еще, еще. Но Давид понимал, и в своей жизни, я верю, это должно для нас принести благословение. Давид хотел что-то другое, еще больше, для него что-то другое еще надо было. И вот мы здесь прочитали, я не просто так прочитал, но всякий раз, когда Давиду надо было вступать в сражение, он приходил и вопрошал Господа. И знаете, мысль такая пришла, что Давид, он, сколько бы у него было способностей, умения владения мечом, он понимал, что главное в сражении, когда ты вступаешь в какую-то ситуацию, это быть вооруженным Словом от Бога. Он понял, что Слово от Бога, это самое мощное оружие в жизни человека. И поэтому раз за разом Давид снова и снова приходит и вооружается этим Слово от Господа. Знаете, он понимал, что когда я получаю Слово от Бога, я как будто заручаюсь Божьей поддержкой, когда Бог приходит и выражает свое Слово и отношение по отношению к ситуации, которая сложилась. Да, нам сегодня не надо там брать мечи, стрелы, что-то еще там, но, наверное, мы могли бы сказать, но если сегодня где-то в обстоятельства, в разуме происходят эти какие-то войны, сражения, но мы можем сказать и как бы, может быть, для себя в сердце положить, что нет Слова от Бога и нет победы. Не знаешь, как выйти, не знаешь, как сделать, не знаешь, как правильно вступить, но когда есть Слово от Бога, ты знаешь, что Бог пойдет впереди и даст победу. Аминь. И вот мы читаем это Слово, и вы знаете, и нам, как же Давид, он получал его. Давид молился, и Бог отвечал. Мы уже сегодня слышали, брат Валерий говорил о том, что Бог хотел говорить, и знаете, что самое прекрасное, что Бог, который отвечал Давиду на его молитвы, сегодня тот же самый Бог в Иисусе Христе говорит нам сегодня. Бог и сегодня готов и отвечает. Бог и сегодня хочет вооружать детей своих самым сильным оружием. Это Словом от Бога, которым Он все сотворил и пред которым ничего не устоит. От нас зависит, спрашиваем ли мы у Него Его совета и ищем ли мы Его руководство. Потому что даже когда мы смотрим эту ситуацию жизни, то мы видим, что и можем сказать, Бог, Он видит ситуацию лучше, чем мы. Мы посмотрели вроде бы, ну да, пришли надо, а Бог видит по-другому. Сделай вот так. И Бог знает, какую нам необходимо занять позицию в той или иной ситуации или по отношению тем или другим обстоятельствам. И Бог знает, когда, вот здесь Он говорит, когда услышишь, есть определенный момент, не раньше и не позже. Когда услышишь шум как бы идущего, тогда не опоздай и не поспеши. Вот Бог, Он знает время, когда надо вступить в сражение. Он знает, когда тебе надо выступить. Может быть, когда сказать, когда что-то сделать, когда, может быть, подождать или еще у Бога времена и сроки. Он это знает и Он хочет это открывать. Но при этом Бог, и подобно как Он Давиду, я верю, Он что-то напоминает. И Давиду говорил и нам, говорит, когда услышишь. Другими словами, бодруствуй, будь внимателен, когда я тебе скажу, что я тебе скажу. Вот тогда и после этого, и в то время начинай делать. И Иисус говорил, бодруствуйте и молите, чтобы не в пасе искушать. Бодруствуйте и молите, чтобы не проиграть, но одержать победу. И сегодня и нам, дорогие братья и сестры, мы можем тоже отнести эти слова, когда услышишь. Когда услышишь, что Бог тебе сказал, делай, делай. Когда услышишь, что Бог сказал, говори, говори. Когда услышишь, Бог сказал, что подожди, помолчи или где-то отойди в сторону. Вот тогда это и делай. В определенное время бодрствовать, чтобы быть способным услышать, что и когда и в какое время Господь совершит. И чтобы мы, конечно же, способны были понимать. И подобно Давиду, способны были сказать, Господь разнес врагов моих. Давид всегда был готов всю славу отдать Богу. Давид понимал то, что да, по слову он поступил, участвовал. Но мы читаем в Писании, коня приготовляют на день битвы. Но победа, она от Господа. Аминь. Дорогие братья и сестры, пусть в нашей жизни будет вот это понимание. Победа, она от Господа. И Давид одержал победу. И мы можем разные ситуации, обстоятельства в жизни многих других людей. Иосафат, многочисленное войско. И казалось бы, с чем ты? Слово было от Бога. Секелак в жизни Давида. Что подняло этих мужей, которые уже ослабли и которые через мгновение пошли? Слово от Господа. Мы читаем, человек уже в Новом Завете, тоже сотник. Вы знаете, он знал, что такое оружие. Он знал, что такое война. Он знал, что такое проигрывать. И знал, что такое побеждать. Но он приходит и говорит Иисусу, скажи только Слово. Дорогие братья и сестры, человек оценил и понял. Есть гораздо что-то сильнее. Возможности, власти, силы человеческой. Есть Слово всемогущего Бога. Аминь. И мне хочется немножко дальше порассуждать и три момента просто ответить. Я понимаю, что мы их все уже знаем. Но первое, которое хочется отметить, мы сегодня слышали Слово и утром о жертвенности в отношениях и наше отношение. Вот когда Бог говорит, Бог говорит Слово, что нам с этим Словом делать? Давид вооружился, вступил и одержал победу. И первое, что мне хочется сказать, это принять. Принять Слово, которое вы слышите. Когда мы читаем в послании Ефесской Церкви, апостол Павел, в 6 главе, и 11 стих, он говорит так, «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». И в 13 стихе он пишет, «Для сего примите всеоружие Божие». И он дальше перечисляет, говорит, «И меч духовный, который Слово Божие». Дорогие братья и сестры, когда Слово звучит, Бог его говорит не потому, чтобы нам просто услышать, но чтобы мы принимали это Слово, чтобы мы кушали это. Пища, которая у нас есть, но если она останется на столе, она не принесет нам пользы. Нам надо ее внутрь пропустить, нам надо ее скушать. Вот так же и Слово, которое мы слышим, нам надо принимать это Слово. Нам надо позволять этому Слову пропустить его внутрь, несмотря на то, как, каким образом, через кого или как, где я услышал его. Потому что часто мы по отношению к ситуации можем думать, ну, вот так Бог должен сказать, или вот так должен сделать. И когда Бог говорит, когда мы уже настроены в чем-то, ну, не так сказал, ну, не приму. И, наверное, этот очень известный пример, я уже не буду открывать, помните, Нейман. Он уже сложил, все разложил по полочкам, знал, сказал, как должно быть. И когда пришло Слово от Бога, и вообще не Елисей вышел, слугу вышел, пойди, омойся семь раз, в Иордании очистишься. Да что это такое? Не приму, и чуть было, и что? И мог бы потерять. А Слово было от Бога. Дорогие братья и сестры, насколько важно быть бодрствующим, благослуществующим, чтобы принять Слово, чтобы принять Его в сердце свое, Давид, чтобы не приходило в его жизнь. Даже тогда, когда Нафан пришел с обличением, он принял это Слово, говорит, согрешил я пред Господом, в смирении принял его. И это принесло ему, дало выход из этой ситуации. Дорогие братья и сестры, какое бы слово ни звучало, мы понимаем. Если честно, мы понимаем, Бог дает нам это понимание внутри, что оно ко мне звучит. Мы можем просто отталкиваться, говорить, находить какие-то выходы, оправдания. Человек не тот сказал еще что-то, а мои предубеждения, вот я так думал. Неважно, внутри нас, когда мы стараемся ходить перед Богом, Дух Святой, через нашу совесть, Он дает нам эти звоночки. К тебе Слово. Ну, сто процентов к тебе. Можешь не отговариваться, надо принимать. И когда я принимаю, это значит, я соглашаюсь быть вооруженным. А если я отказываюсь, я другими словами говорю, ну, я буду безоружным против ситуации. И мы делаем этот выбор. Пусть же наш выбор будет принимать Слово, которое мы слышим. Апостол Павел, который обращается уже в Фессалоникийской церкви, в 1-м послании и 2-й главе, 13-м стихом, он говорит, как же принять, как же отнестись к тому, что ты принимаешь? Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Аминь. Против Павла мы могли бы сказать, да мы знали, это ты гнал церковь, да ты это, это еще что-то. Но он говорит, вы приняли не как человеческое, вы поняли, что то, что вам преподается, это Слово от Бога. И он говорит, поскольку вы приняли его как Слово Божие, оно начинает совершать, действовать и в вашей жизни, и в жизни, и в ситуации окружающих вас. Мы порой можем удивляться, Господин услышал, почему? Потому что не принял. Или послушал, ну человек сказал, а если бы принял как Слово от Бога, то оно начало бы действовать в первую очередь внутри меня, в моем сердце, чтобы потом распространяться. И он говорит, действует в вас, в ком? Верующих. Мы поверили, мы приняли и поэтому. Поэтому мне хочется всякий раз, когда мы слышим Слово проповедуем, а мы понимали, Бог что-то дал, и мы его вкушаем для того, чтобы нам, вступая в наступающий день, быть вооруженными и позволить этому Слову привести нас к месту нашего благословения, к месту встречи с Богом, к месту тому, где, как мы слышали сегодня, где наша жертвенность в отношениях, она будет благоугодно Богу, и мы переживем гораздо большее глубокое откровение, познание, понимание Бога, которого мы еще не переживали, Слово слышанное, как Слово Божие. Писание говорит евреям, послание евреям, 4 глава и 2 стих написано так, потому что есть предупреждение, и он говорит, что ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы Слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Дорогие братья и сестры, здесь для нас как бы есть это побуждение, чтобы, как я уже говорил, чтобы когда мы принимаем, мы растворяли Слово верою внутри нас, когда мы вкушаем пищу, она растворяется и приносит созидание в каждый уголок нашего организма. Когда мы верою растворяем, мы позволяем, чтобы это не просто в нашем разуме услышали, что-то помним, но растворяя верою, размышляя, рассуждая, оно пропитывает и наш разум, наши мысли, наши слова, и мы начинаем жить и двигаться в том, что мы слышали. Мы позволяем этому Слову проникать в каждый уголок даже нашего тела, исцеляя, восстанавливая, благословляя и тело, и дух, и душу нашу, и жизнь нашу, верою растворяя и принимая сердце свое, даже тогда, когда, казалось бы, обстоятельства могут говорить, что ну не так. Мы недавно слышали, помните, про Исаака, и в тот год был, по-моему, голод, боль хуже прежней, то есть еще сильнее был голод. И говорит, иссеял Исаака, почему? Потому что Бог ему сказал, не ходи никуда, оставайся здесь, здесь тебя благословлю, и получил во сто крат, аллилуйя. Дорогие братья, хуже прежде, казалось бы, ну куда? А Бог сказал, ты послушал, и Бог сделал. Принял Слово, растворил Его верой, и это принесло благословение. Пусть же в нашей жизни мы также будем принимать в полном объеме, нравится или не нравится, понимаю, что ко мне, не нравится, но мое, верю, что принесло благословение. Нравится, тоже хорошо, еще лучше принимаю, постоянно и в полном объеме. Давид, он принял Слово, которое сказал ему Господь, и мы видим, пошел дальше. Но принимая, мне хочется второй момент отметить, принимая, сохранять это Слово. Мы читаем Откровение 3 глава, и 10 стихом написано, Господь обращается к филадельфийской церкви и говорит, «И как ты сохранил Слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Аминь». Он говорит, сохранить, сохранить, то есть не потерять, крепко держать, надежно спрятать, оберегать. Он говорит, так как ты сохранил это Слово стойкости, было определенное Слово от Бога. Я не знаю, что Бог говорил ему, но Гаврил определил на Слово, говорит, Бог говорит, что ты сохранил его, то есть ты оставался в этом Слове, ты это Слово оберегал, ты позволил этому Слову быть в твоей жизни, и поскольку ты сохранил, я сохраню тебя. Посмотрите, какое великое благословение. Я сохраняю Слово от Бога, а Бог сохраняет меня через свое Слово. Кто еще может сохранить человека лучше, чем Бог? Никто. Ни одна стена, ни одна сила, но Слово, которое я принимаю и сохраняю. Слово «сохраняю», то есть сохраняю направление движения, остаюсь на этом пути. И часто мы читаем об этой женщине, о которой говорила, что она сохраняла. О Марии, помните, 2 глава Луки, 19 стих написано, «А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем». И начинающийся с 49 стиха, он сказал им, «Зачем было вам искать меня, или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце своем. Все слова сии. Она сохраняла все слова. Не только те, которые были приятны, когда Спаситель родится, вот это Бог дал вам избавление, но и были слова, которые сказаны, и тебе самой оружие проймет душу, сердце. Она все сохраняла. Я верю, дорогие братья и сестры, Бог хочет, чтобы мы сохраняли не только то, что вот он нравится, но когда Бог и обличает нас, а Он обличает нас, потому что любит, чтобы мы тоже все, все сии слова сохраняли в сердце своем. Когда нам что-то дорого, мы храним его где-то подальше, где-то защищенно, не на улице. И Бог хочет, чтобы мы сохраняли эти слова не просто в нашем разуме, но мы сохраняли это в своем сердце, глубоко внутри, в сокровищнице, в которой пребывает Дух Святой. Потому что есть время, которое идет, и порой есть и вразве, ну, суета, заботы, сомнения. Время проходит, слово может быть, оно не исполняется, и можно потерять, не сохранить. Но я верю, что и Авраам, и Давид, они сохраняли слова, которые Бог давал им, глубоко внутри сердца. Вот здесь они их хранили, потому что мы читаем эту притчу о сеятеле, что есть тот, кто пытается украсть и крадет порой слова из сердец, из жизни людей. Кто-то посел, а кто-то пришел и украл, а где-то суета, а где-то забота, и все это обкрадывает, обкрадывает. Но Бог хочет, говорит, сохраняй, оберегай, заботься, чтобы о нас можно было сказать Господу так, как Он сказал о Филадельфийской церкви, поскольку Ты сохранил мое слово, которое я дал Тебе, и Я сохраню Тебя, и это великое благословение. Дорогие братья и сестры, и о Марии написано, что она слагала в сердце своем. Я не понимаю, ну вот слагала, но она как-то аккуратно разлаживала, и когда начал смотреть вот это слово «слагая», оно еще в переводе с греческого, как бы можно о нем рассказать, что она рассуждала, она размышляла, она обдумывала, то есть это слово, которое внутри, она постоянно думала, она размышляла, а как может быть, а как это будет, а каково должно быть мое положение, а что мне, как сказать, а как Господь смотрит это. И постоянно, когда она думала, она жила в этом процессе, и это слово постоянно, постоянно рассуждая, оно где-то меняет и разум, и мышление, и помогает человеку принимать то, к чему Бог его готовит, когда я слагаю, то есть размышляю, рассуждаю. Давид, он в псалмах, начиная с первого, говорит такие слова «блажен, чему муж», он перечисляет, и во второй стих «но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он». День и ночь, и будет он как дерево, посаженное при потоках, вот и далее, и далее, говорит, размышляет, то есть, другим словом, он складывает и размышляет, рассуждает, и это несет созидание в его жизнь, потому что преображает его внутренность. И вы знаете, когда мы читали вот этот 49, 50, 51 стихи, там написано, «но они не поняли сказанных им слов». Может быть, в нашей жизни мы слышим, и нам не всегда понятно, что мы слышим, мы не всегда, может быть, можем вместить или не способны принять в данный момент, и что в это время мы делаем? Мария поступила правильно. То, что ей было непонятно, это не значит, что это было не от Бога. Она не выбросила, она сложила, доверившись Богу, что в свое время Бог поможет понять. Бог даст способность вместить во всей полноте, мне хочется сказать, и себе, в первую очередь, и тебе, дорогой брат и сестра, если что-то непонятно, не спеши выбрасывать, потому что завтра это слово может сохранить тебе жизнь. Завтра это слово может привести тебя к благословению и дать тебе силы устоять в вере. Не спеши, не понял, не спеши, положи в сердце и рассуждай, молись, проси. Бог обязательно поможет и даст в разумление, что с этим словом делать, которое ты и я мы слышим, и это будет благословение. Итак, принимай, сохраняй. И, конечно же, последний момент, который хочется сказать, это действуй. Применяй его, живи в соответствии с тем словом, которое ты слышал. Когда мы читаем о Давиде, написано было, «И сделал Давид, как сказал ему Господь и поразил Филистимен, пришла победа». И сделал все так. Мы читаем об Илле и об Илле, и сделал все по слову Господню. Дорогие братья и сестры, когда мы слышим Божье Слово, когда мы понимаем, принимаем, сохраняем момент, который должен быть в нашей жизни, это действие, это жизнь. Павел, когда писал Тимофею, он говорит, чтобы ты воинствовал в соответствии с пророчествами, которые были о тебе. То есть, чтобы ты, следуя им, в новом переводе написано, следуя им, вел борьбу за истину. То есть, чтобы ты следовал в соответствии со Словом, которое ты услышал, сохраняя, чтобы ты начинал и жил по этому Слову, и тогда ты увидишь, к чему приведет это Слово тебя, и что оно совершит в твоей жизни. Мы видим самый великий пример и борьбы, и подвига, и победы, совершенной когда-либо и живущими на земле. Это наш Господь Иисус Христос. Когда в его жизни приходил и искушал дьявол, что он говорил? Написано. И когда он жил, то мы читаем в 1 Коринфянам 15 глава, 3-4 стих, по-моему, там написано, и по Писанию, умер по Писанию, воскрес по Писанию, и сегодня благодаря тому, что он совершил все в соответствии со Словом, которое дал ему Отец, мы живы, дорогие братья и сестры. Великая победа совершилась на Голгофском кресте для жизни людей. Мне хочется побудить и себя, и каждого из нас. Мы сегодня, в этом дне, слышали Слово. Мне хочется сказать, принимай, сохраняй и действуй. И как в жизни Давида Бог дал победу, Бог даст победу в жизни каждого из нас. Аминь. Слава Господу! Слава Господу!